добрый день на обзор попала такая интересная коробка с большим приемником harper hdrs 099 который я вам сейчас и покажу значит чем это интересный приемник такая достаточно стационарно габаритная вещь трехдиапазонный работает в диапазоне fm а м это средние волны и короткого диапазона 6 до 12 мегагерц значит этот диапазон работает только по вечерам к сожалению значит днем в этом диапазоне вы вряд ли что поймаетесь только будет очень хорошее прохождение это не потому что приемник плохой это потому что диапазон такой так положено быть только на самом краю диапазона только очень мощные станции можно поймать днем зато ночью на нем можно поймать все что угодно значит посмотрим что у нас имеется внутри этой достаточно большой коробки который мы сейчас достанем извиняюсь что у вас вот так потому что коробка оказалась немножко большой поэтому перед экраном небольшой бардак извлекаем из экранов родины такой агрегат выбираем все лишнее шнур питанием можно запитать вот сети но я рекомендую это использовать только при mp3 плеере почему потому что любой источник питания носит свои помехи по если на fm диапазоне это не принципиально то есть вы будет ловить короткие волны или средние то там это будет давать свои дополнительные помехи может у вас казаться не критично но лучше все таки с батареек на что мы здесь имеем на передней панели мы имеем регулировку громкости вот такую удобную шкалу переключатель диапазонов fm а и короткие волны переключатель режима радио и usb это как вы сами понимаете это mp3 плеер значит это же переключатель является и перевключателем выключателем электропитания слушайте такой характерный щелчок значит шкала настройки регулируется с правой стороны вернира крутится вращается на этой же стороне у нас порты под карты памяти можно использовать флешку можно использовать micro sd можно использовать sd на выбор то что вам удобнее здесь же есть экранчик экранчик функционален только при использовании mp3 плеера и кнопки собственного управления mp3 плеера но сейчас включу когда посмотрим на задней панели у нас большой разъем под батарейки с другого боку слева разъем для включения шнура электропитания значит батарейки вставляются батарейный отсек разумеется большой батарейки тут этот формата r20 или если вам привыкли это 373 батарейки которые были далекие советские времена весьма распространенными регулярно использовались закрываем этот приемник закрываем приемник брюки превращаются 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 в брюки как обычно генеральский эффект когда идет запись то ничего не закрывается ничего не получается это не потому что здесь что-то не так это потому что а руки кривые вот еще и закрываем правильно так бывает когда что-то записываешь вот сейчас у нас все хорошо замечательно закрылся сейчас мы послушаем что нам эта вещь позволяет играть выберем начало фон диапазон включим но это прекрасно очень разборчивый хороший обратите внимание я включаю не громко потому что включаю громко он будет орать самым натуральным образом вот сейчас попробую на всю громкость думаю что вы поняли что на всю громкость включать его не обязательно специальная цена только до конца этого месяца инна люкс ваша любимая семейная стоматология запись на сайте такая икры вот такая громкость то есть шумит достаточно громко можно использовать например даже когда у вас там какая-то дрель работает во время ремонта для музыкального фона все благополучно переорет значит включать а м и коротковолновый диапазон я сейчас даже не буду потому что это совершенно бессмысленно ловить шумы но совершенно неинтересно поверьте он есть и он даже работает например переключение доставать антенну ничего ничего хорошего там не будет будут только по мессе вечером если включить то будет совсем другой совсем другой переплет значит теперь попробуем что попробуем собственно как он работает в режиме mp3 плеера берем флешку вставляем ее переключаем в режим USB включаем при этом у нас загорается экранчик не очень хорошо к сожалению видно особенности наши значит загорается экран сейчас здесь проанализирует плеер проанализирует флешку найдет на ней музыкальные треки после чего мы сможем их послушать надо некоторое время к сожалению подождать ему на особенности такие вот он опознал появились треки вот они даже уже заиграли вот пожалуйста значит чем хорош плеер значит показывает время воспроизводит что играет можно поставить на паузу можно включить воспроизведение можно поставить на репит будет воспроизводиться можно репит снять можно предыдущую мелодию поставить или перейти к следующей собственно говоря функционала минимум для то это простой достаточно приемник и простой достаточно плеер который со своей задачей он в принципе справляется он хорошо играет mp3 хорошо читает карточки разные вот битрейт 192 он замечательно с ним справляется для небольшой динамика больше битрейта не нужно это извините вам не дорогие колонки которые могут выдать на которых вы услышите какое-то различие на таком на таких колонках вы этого любом случае ну не услышите просто какой-то разница поэтому этого вполне достаточно сейчас попробуем опять вернуться к третьему треку пробуем вот вернуться к третьему треку вот вернулись к третьему треку ну и попробуем поворотче немножко включить звук достаточно такой мягкий приятный вот сейчас на всю громкость это достаточно тихая композиция и то она играет громко динамика плите не рвет не гремит не трещит и салон не можно очень удобно значит еще что интересно здесь вот такая ручка для переноски это все поднимается опускается можно использовать вместе с ручкой такой небольшой приемничек он все-таки больше стационарным он достаточно тяжелый весом примерно в килограмм . бы его особо не поносишь а дома поставить так послушай дома на работе где-то вот милое дело достаточно такой приятный внешний вид хорошо сработано красивый приемник мне понравился hr hdrs 099 фирма harper спасибо за внимание